У нас будет открытие сегодня на Черном море. Как вы купаетесь, люди, в такой воде, холодной. Вот она. Какое сегодня красивое море! А цвет-то какой красивый, бирюзовый! Качельки появились, а не было же качель. Это фишка с прошлого года, что стали ставить в море качели. Надо початывать, подрассироваться. Кстати, видишь, что водорослей бывает немного, но они только по полберегу. А там уже чисто. А сейчас же в Анаке вообще беда с этими водорослями. Там, не знаю, метров на 15 обычно в воде эти водоросли проходят, и они все потом такие зигонные становятся. Ну, кто-то еще у людей не такие загорелые, только начало света. Еще все любокрасные люди делают. Ну, да. Ну, сейчас мы пойдем выберем место. Папа уже едет и дальше. Ну, в принципе, еще не так много народу. Но сейчас тоже только то, что концепелк уже, самая жара. Люди что-таки же стараются либо утром, либо вечером. Ну, все, вообще хорошо, что штиль. И вода кристально чистая. Отлично. Я считаю, у нас будет открытие сегодня на Черном море. Купание. Первый раз в этом году. В 2022. Да. Ну, просто ждали пока, чтобы море прогреется, потом поедем. Да. А вот сейчас она прогрелась. Потому что все равно, ну, как бы мы привыкли. Уже не хотелось, конечно, купаться в холодной воде. Там даже на пляже с палатками лучше ставлюсь с большими такими, более ныными палатками. Ну, просто, видишь, если нет возможности. И хотел просто как бы так отдохнуть. Там иногда знаешь, какие условия бывают. Покруче, чем... Вот это снимаешь даже ноги. Некоторые там делают и кухню, и газ. Вип-палатки, получается. Вип-отдых. Вроде бы, в палатках, с одной стороны, где угодно можешь встать, а с другой стороны, там такие условия, что не хуже, чем номера. Ну что, здесь будем? Чуть подальше можно. Да можно прямо около моря. Что, чистая? Чистая, да. Здесь нормально, чистая. Да, здесь остаёмся, всё. Всё, я уже переоделась и иду купаться, открывать сезон. Я даже не знаю, мне кажется, вода очень будет прохладенькой. Но, конечно, кристальная, как слеза. В этом деле нужно... Ого! В этом деле нужно быть очень смелым и сразу идти, нырять, иначе никогда не решишься. Вообще, вода очень холодная. Ну, наверное, 22 градуса. Или 21 после нашего Таманского залива. Да. Надо у папы спросить, как он там выдерзал такую температуру. Привык уже? Или холодно всё равно? Ему не привыкать. Он любит холодную. Нет, нормальная вода. Привыкаешь, да? Ну, конечно, это надо сейчас решиться. И вода прозрачная, нормальная. В маске можно поплавать. Да. И деревья. Ой, какая холодная! Ой, какая холодная вода! И так какая-то там, где-то. И тоже половину. Да, точно? Да, да. Ну, всё. Ну, я вас посадку. Это вообще лёд. Что за холод? Фу, да. Мы оба ещё такой, конечно, не купаемся. Ну, я не знаю. Как вы купаетесь, люди, в такой воде холодной? О, это вообще лёд какой-то. Это что ж такое-то, а? Как можно променять тёплую воду Таманского залива на такую ледяную? Папа уже расслабляется в такой воде. Уже легко. Ой, я с трудом даже зашла вот так вот. Фух, это вообще... Это что такое? Ну да. Но однозначно выбрали мы очень правильное время, день, что волн нету, потому что ветер идёт оттуда. Ветер сегодня северный, соответственно, на Чёрном море нету волн. А если бы были волны, то, возможно, и моря бы этого чистого не было. Сегодня заезжали в Тамань, и... Ну, там, конечно, народу много отдыхает, купается, потому что вода там на порядок, теплее там даже. Можно с уверенностью говорить, что там на градусов 5, если не больше, вода. А здесь, наверное, да. Моя такая экспертная оценка, что температура воды в Чёрном море 30 июня сегодня, завтра уже июль наступает. Где-то 21-23 градуса. Что? Всё-таки надо мне, наверное, как-то и окунуться. Что я встаю-то? Это жёстко! Всё! Это вообще освежающе! Когда, знаете, я высовываюсь, мне даже вот над водой теплее. Мама, даже не рисканёт воду зайти. Даже по воде? Нет, я только у нас люблю. У нас тепло. Нет, Серёж, для меня это холодная вода всё равно. Я люблю тёплую воду. Мне куда торопиться, я же не в отпуске. Была бы в отпуске, может, я рискнула бы. Здесь вот медузки, вот. Что там? Ну, медузка, вот. Аурелия. Покажи побежь. Вот она. Прозрачная такая. Ну, Аурелия. Вот она. Они безопасны для людей. Так, чуть-чуть встречаются медузок, но хорошо, что это не корнироты. Если бы это были корнироты, тогда бы уже можно было бы пугаться и выбегать. А так, Аурелия, это безопасно для человека. Многих в Анапе сейчас отпугивают эти водоросли. Представляешь, да, чтобы зайти в воду, надо вот эти 20 метров водоросли пройти. А здесь этого ничего нет. Я считаю, вода уже может опугаться такая нормальная. Вот. Это показываю, как делаются картинки к видео. Вот так вот. Выбираются самые-самые интересные. Можно вот так вот. А тут практически водоросли нет. Да это немного, это нормально вообще. Чистое море. Так что, с какой нам можно купаться? Мне нравится все вообще вот так врать. Такие ракушечки, камешки. Примокрые. Все-таки хорошо, что сегодня мы решили искупнуться, поехать, да? На разнообразие. На разнообразие, да. Да, 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 да. Хотя дожди были. После дожди эта вода все равно остыла. Получается, второй день, второй день как сегодня тепло у нас. До этого же было все равно и понижение. Дожди были. Дожди были. Ну что, сегодня мы открыли купальный сезон на море, в Черном море, в Веселовке. Мне очень понравилось, хотя вода, признаюсь, была такая бодрящая достаточно. Но это привычная температура для Черного моря. Народов, в принципе, не так уж и много. Мы приехали специально к соленому озеру. Здесь когда-то дикие пляжи были, и в ту сторону, да, все дикие пляжи. Мы остановились, скажем так, на границе облагороженного пляжа и Дикого. Собственно, вы увидели, какая обстановка у нас на пляжах Темирюкского района. Надеюсь, что вам понравилось это видео, как понравилось отдыхать здесь нам. Поэтому ставьте лайки, не забывайте, пишите комментарии. Будет интересно почитать ваше мнение. Напишите вот, например, такой вопрос для вас. Вы планируете ехать куда-то отдыхать в этом году? Если да, то куда, если нет, то почему? И подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.